Клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. Клятва советских партизан была крепче каленого железа, вспоминает Борис Капитонович Устеменко. Он родом из Кировоградской области, центра Украины. И тверже гранита была ненависть жителей западной части страны к ним, советским украинцам. Пропал у нас солдатик с Кворцов. Ишкали, зашли на хутор. Вот заходим, дом, комната большая, и человек десять сидит детей, и этот за столом кушает. В углу печка кирпичная, и там что-то кипит, какой-то коза. Наш боец подошел к этой печке, поднял крышку, он там варится. Живой. Медаль за отвагу – единственная награда советской армии, которая признается нынешним правительством не как исторический артефакт. Их у Бориса Устеменко четыре. Первая за то, что весело шел в атаку. Вторая за то, что не жалея сил дрался в окопах. Третья досталась, потому что кричал за родину, за Сталина. Ну а четвертую медаль за отвагу дали, улыбается Борис Капитонович, уже за то, что партизанил. Перед вами сидит человек, который тоже кричал за Сталина, за родину. Это 18-летний мальчишка. 16 июня 1941 года Борису Устеменко исполнилось 18 лет. Через день он праздновал школьный выпускной, а 22 июня всех жителей украинского Златополя отправили на собрание. Речь держал Молотов, его лозунги гремели – враг будет повержен, победа будет за нами. 4 десятых класса тогда выпустилось, и мальчишки взяли осадой военкомат. Их, конечно, прогнали, не достигли призывного возраста. Но через пару недель выступал уже сам Иосиф Виссарионович, и это имя стало пропускным билетом на фронт даже для безусых подростков. Борис Устеменко вошел в партизанский отряд. Если коснуться партизанского движения, у нас его не было. Вот такие дураки, как я, да мои товарищи, которые верили в советскую власть. Вот нас было там в Горске. Мы насобирали это оружие, вам не рассказать. Фулеметы, гранатометы, наганы и все такое прочее. Задания от Верховного штаба командования тоже не было. Немцы так быстро заняли местечко, что не было никакой возможности прорваться за кордон. Зимой сбросили для Украины листок Совинформбюро, где было описано, как мы дали чертей немцам в декабре 1941 года. Ну, короче говоря, разром немцев под Москвой. И мне выпала большая честь идти по деревням рассказывать, как люди радовались советской власти. По легенде, он был работником кожевиного завода. Без оружия и документов Борис ходил от дома к дому. За добрые вести его угощали картошкой и салом. И повезло, ни один полицай не тронул паренька. За пять лет войны Борис Устеменко был пять раз ранен. Однажды смертельно. В госпитале ему привиделась мама, которая попросила сына не умирать. Прощаться с жизнью Борис Капитонович не собирался ни тогда, ни сегодня. В свои почетные 92 мечтает встретить следующий юбилей. Антонина Слатвинская, Юрий Жуков, Служба новостей город.